Ну что, друзья, в прошлом видео мы торговали очень так рискованно, и я, в общем-то, мало кому советую это делать, потому что это очень-очень рискованные стратегии, то, что я делаю, ну, просто мне это нравится, и, собственно говоря, это интересует очень многим, во-первых, во-вторых, это интересно. А для большинства людей, конечно, не стоит этим заниматься, а стоит заниматься, ну, очень таким ленивым инвестированием. Именно об этом сейчас я расскажу, ну, продолжу рассказывать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. И сегодня я расскажу про такую интересную штуку, которая является альтернативой доллару, и это лучше, чем доллар, намного лучше, потому что большинство людей в нашей стране предпочитают, ну, скажем, инвестировать, если надолго, ну, или хранить деньги, то в долларах. Так вот, есть вещи, которые намного лучше долларов и не менее доходные. И это просто доллары, да, действительно, это доллары, но которые растут, то есть это еврооблигации. Какие еврооблигации покупать? Ну, смотрите, еврооблигации – это просто облигации в долларах, которые выпускаются, там гарантирован какой-то купон и так далее, в этом надо разбираться. Люди многие не разбираются, во-первых. Во-вторых, минимальная стоимость, как правило, одной облигации, ну, еврооблигации – это одна тысяча долларов. И это уже для многим становится пределом, ну, барьером, так называемым, то есть, ну, дороговато на самом деле. Так вот, есть прекрасная возможность купить облигации в долларах за, вот, сейчас скажу, 2261 рубль. Вот так вот вложиться. Причем это будет, ну, сразу вложение во много облигаций. И это, опять же, мы возвращаемся к инвестированию в паевые инвестиционные фонды. И вот управляющая компания «Открытие» предлагает открытие еврооблигации. Вот такая штука. Что это такое? Это, опять же, коллективные инвестиции. Фонд большой создается, люди вкладывают деньги, вкладывают деньги в рублях. 2261 рубль стоимость пая на текущий момент, как вы видите. Все инвестиции идут в рублях в России, потому что у нас налогообложение в рублях. Только поэтому. Но куда идут инвестиции? То есть, эти инвестиции конвертируются в доллары. И вот структура и стратегия, структура и стратегия, основные импетенты фонда. Смотрите, управляющие паевым инвестиционным фондом, люди грамотные, инвесторы, им можно доверять. Точно, совершенно можно доверять. И они распределяют, чьи облигации мы с вами купим. Давайте посмотрим на структуру фонда. 33% это финансы. Что это за финансы? Смотрите, 20,23% Министерства финансов Российской Федерации. Это облигации федерального займа в долларах. Это валютные российские облигации. Я вам скажу, что у меня в портфеле стоит всего одна такая облигация. Она стоила мне больше 100 тысяч рублей. Но она и сейчас стоит даже больше, потому что она выросла. 123, по-моему, тысячи я его покупал. 1700 долларов она стоит. Одна штука. Вот здесь, еще раз повторяю, 2261 рубль за все сразу. 33% в Министерство финансов Российской Федерации вкладываться. Дальше, значит, смотрите. Газфинанс PLC это еврооблигации от Газпрома. Ну, к надежности Газпрома, я думаю, у вас претензий вряд ли есть. Так, дальше смотрим. Вот очень интересная штука. Значит, 3,69% в этом фонде вкладывается в облигации Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance. Бразильские евробонды. Бразильский внешний долг. Такие же точно облигации, как наши ОФЗ, только бразильские. Почему бразильские облигации так хороши? Потому что, ну, бразильские облигации вы просто так не купите. Они покупаются, насколько я помню, от 100 тысяч долларов. Вот, ну, может быть, они есть и от 1000 долларов, я не смотрел. Но все равно они на Мосбирже не продаются. Считается очень хороший надежный инструмент, потому что у Бразилии очень надежная финансовая система. Бразилия идет прямо вот, что им говорят американцы, то и делает, грубо говоря. Но бразильские евробонды считаются одними из лучших. Дальше идет Web Finance PLC. Это еврооблигации Внешэкономбанка российского. Очень высокую доходность дают и очень высокая степень надежности. Дальше Petrobras Global Finance BV. Что это такое? Это, насколько я помню, бразильская же крупнейшая компания по нефтедобыче Petrobras. И, да, Petrobras это Бразилия. Bras Petro, ну, топливо. Вот, крупнейшая. Но она будет покрупнее, чем Газпром. По надежности тоже, наверное, будет понадежней. Так что вот так. Следующая, Lukoil Securities BV. Это Lukoil, как вы понимаете, еврооблигации. Lukoil. Вот следующая. The Republic of Turkey. Вот сюда же входит, вот в эти 33%. Смотрите. Российский Минфин. Бразилия. Турция. Турецкие евробонды. Турецкие евробонды считаются тоже одними из самых надежных, во-первых. А, во-вторых, одними из самых доходных. То есть, там доходность очень-очень даже неплохая, привлекательная. И, насколько я помню, они тоже недоступны через Мосбиржу. А вот через управляющую компанию, пожалуйста, ну, в небольшом количестве, конечно, 3,06%. Но, вкладывается. Дальше. BrassCam Netherlands Finance BV. Здесь я не знаю, что это за компания. Brass, может быть, тоже к Бразилии имеет отношение. Не знаю просто. CBM Finance PLC. Тоже, судя по всему, финансовая организация. И United Mexican States. Следующая. Это мексиканские, естественно, государственные облигации. Что тоже очень-очень надежно. Вот такое распределение. Я так понимаю, что это не все. Здесь могут быть еще и другие в структуре входить. Но вот такая. То есть, добывающая промышленность, телекоммуникации и другие отрасли. 37,8%. Но фонд не раскрывает полностью структуру, естественно, свою. Но они говорят, что это значительная часть активов фонда, обязательства российских имитентов, намитированные в долларах США, а также облигации и имитентов стран, входящих в ОСР и БРИКС. По своей природе, эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации. Именно поэтому их доходность выше, чем у долларов и депозитов в Банке России. То есть, доходность у них выше. Давайте посмотрим на их доходность. Она вот такой вид имеет. Но нас будет интересовать один год за год доходность. Если считать в рублях, то 11,62%. Это невысокая доходность. Но доходность в рублях. Рубль валюта нестабильна. Если вы хотите в стабильной валюте, то, значит, надо смотреть, естественно, на доллар. А в долларах у них доходность 7,89%. Идите-ка, найдите доходность в долларах 7,89%. Поищите. Ну, а я порадуюсь за вас, если вы найдете доходность в долларах вот в такой степени. Рубли, я говорю, пусть вас не смущают, потому что рубли конвертируются в доллары и так далее. И рубли здесь только потому, что российская законодательство не позволяет инвестировать напрямую в долларах вот в такие фонды. Все, собственно говоря. 2261 рубль, минимальный пай, очень даже хорошая штука. Но, в общем, на счет 2261, насколько я помню, там условия, минимальная сумма 5000 рублей. Вложение тоже вполне посильно всем. И это инструмент, который вполне можно рассматривать как альтернативу покупке доллара. Прекрасную альтернативу покупке доллара. Для тех, кто предпочитает консервативные инвестиции и не хочет терять ничего. Здесь потерь, ну, в общем сказать, практически не бывает. Потому что... Так. Ну, вот он колеблется. Это в рублях. В основном колебания связаны с курсом рубля к доллару. На самом деле. Ну, что еще можно сказать? Я забыл сказать в предыдущем видео, когда я рассказывал про управляющую компанию и про паевые инвестиционные фонды. Я забыл сказать, что паевые инвестиционные фонды, это, конечно, очень хорошая инвестиция. Есть один небольшой минус. Потому что, ну, во-первых, их можно открыть только через управляющую компанию. Что для этого нужно сделать? Ну, для этого нужно сообщить мне, по крайней мере. Вот, там будет ссылочка или вон там будет ссылочка. Демитков.юр.ком. Там, где биржа для чайников и опционы. Просто нажмите на кнопку «Открыть брокерский счет» в открытии. Там вы оставите свои данные. И в комментарии напишите, что я хочу управляющую компанию. Я доведу это до сведения, в общем-то, открытия. И вам позвонит один из лучших менеджеров. И все это вам поможет сделать на самом деле. Ну, какие рекомендуемые суммы? Ну, от 100 тысяч, конечно, я рекомендую инвестировать уже вот в такие управляющие компании. Какой минус есть в управляющих компаниях? Минус есть, потому что, ну, во-первых, это можно инвестировать только через управляющую компанию, естественно. А второй минус – это то, что денежки забрать оттуда будет не так просто, как из брокерского счета. В брокерском счете, как вы продали активы, тут же забираете. Здесь вы пишете, если вы хотите забрать денежку свою, то вы пишете заявку на, скажем, изменение портфеля или там на вывод денег. Вы предупреждаете управляющую компанию о том, что вы хотите вывести. И эта заявка будет исполнена там в течение какого-то срока, насколько я помню, там что-то в течение 10 дней. То есть здесь это более консервативная инвестиция. Здесь по Уркагане, в общем-то, не получится купил-продал, купил-продал, купил-продал. Потому что, ну, это не для этого. Это инвестиции долгосрочные, это инвестиции для тех, кто, ну, как бы планирует свое будущее, которые откладывают денежки, которые прямо завтра не пригодятся. Вот такой минус здесь есть в управляющей компании. Но других минусов нет. Надежность высочайшая. И я, в общем, для ленивых инвесторов очень даже рекомендую такие штуки. Ну, что я еще могу сказать? Я в предыдущем видео рассказывал про открытие сбалансированной. Сейчас я рассказывал про открытие еврооблигации. Вот здесь есть еще просто облигации. Это рублевые облигации. И, значит, дальше я расскажу подробно про все эти паевые инвестиционные фонды. Слава богу, их всего 7 штук. И я даже, наверное, не буду про все рассказывать. Но по очереди я расскажу про все. А потом мы сделаем инвестиционный портфель в соответствии с вами. Здесь можно все вполне скомпоновать по вашей степени риска, по вашей склонности к риску. И в чем здесь еще самый большой кайф. Я хочу напомнить в том, что если вы инвестировали сюда деньги и не забираете их в течение трех лет, то это считается, ну, как бы однократной инвестицией. А внутри этих трех лет вы можете менять состав фондов. И это никак не повлияет на льготу, которая гласит, что если вы куда-то инвестировали и продержали в этой инвестиции три года, то доход от этой инвестиции после того, как вы его закрываете, не облагается подоходным налогом. Поэтому вот это вот очень круто на самом деле. То есть, смотрите, если что-то происходит в стране, какой-то катаклизм, вы, скажем, берете и перекладываете из одного, то есть долю, скажем, сбалансированного меняете в сторону доли еврооблигаций. Если рубль начинает резко падать, пожалуйста, вы увеличиваете долю либо еврооблигаций, либо золота, и, соответственно, льгота по доходному налогу сохраняется. Также можно пополнять, и это очень круто, но об этом я расскажу попозже. А сейчас лайк, подписка, спрашивайте, если что-то интересует. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.